Детское радио представляет Сказки народов мира Тайна медной лампы Арабские сказки О алмазы моего сердца О рахат лукумы моей души Многие тысячи лет томился я Могущественный и мудрейший джин В этой старой медной лампе Жизнь в которой, скажу я вам Далеко не пахлава И лишь одно спасало меня от одиночества Все эти годы Я сочинял сказки О честности и отваге О дружбе и любви О радости и грусти Об искусном колдовстве И о волшебных путешествиях Хотите послушать? Ну что же, тогда вот вам история О Халиме, красавице из сундука Жили некогда в прекрасном городе Нарджане Знатный человек по имени Керим И его красавица-жена Рашита Одну лишь омрачало их дни Не было в семье детей И вот однажды вечером, когда супруги прогуливались по саду Луна, сияющая в небесах, вдруг заговорила Мне известна ваша печаль, сказала Луна И я помогу вам Я дам вам на воспитание свою красавицу-дочку Имя ей Халима И не будет во всем Нарджане никого прекрасней этой девушки Девушка на Ближнем Востоке Это олицетворение нежности и чести А главное ее украшение Это не богатство и красивое платье А скромность Именно скромность и хорошее поведение в обществе Играют важную роль, если девушка собирается замуж Про очень скромного юношу Арабы в шутку скажут Что значит скромнее, чем девушка Девушка И в тот же миг с неба спустилось облачко На котором, будто в колыбели, лежал чудесный младенец Не было предела счастью Керима Однако Рашита, лишь взглянув на лицо девочки, опечалилась Она превзойдет меня красотой С досадой подумала женщина Дни шли за днями Радость множилась в сердце Керима А в душе его супруги таилась черная зависть И вот как-то Рашита обратилась к Луне Мне не нужна твоя девочка Заявила женщина Забери ее от нас Или я прогоню ее прочь Однако Луна, подумав, ответила Что ж, воля твоя Но подожди только, чтобы научилась Халима читать и писать Женщина согласилась Когда же смогла читать и писать Халима Луна попросила Рашиту подождать Пока девушка научится хорошо выполнять домашнюю работу Ну уж это в последний раз Заявила женщина Научится работать и пусть уходит Выучилась Халима ткать ковры Готовить изысканные кушанья И делать прочую женскую работу И прогнала ее Рашита из дому Шла девушка по темному лесу И только один лунный луч Озарял ее одинокий путь За что выгнали меня из дому Плакала Халима Чем не угодила я матушке И вот оказалась девушка в самой чаще Где повстречалось ей Страшное чудовище Испугалась Халима И забралась на высокое дерево Спускайся Зарычало чудовище Я боюсь, что ты съешь меня Ответила девушка Я тебя не съем Зарычало чудовище И Халима Тотчас спустилась вниз Ты очень доверчиво Вздохнуло чудовище Я-то не стану тебя есть И отнесу к людям Однако ведь люди бывают коварны А тебя легко обмануть Затвори свое сердце На тысячу замков Покуда не встретишь того Кому можешь довериться Я спрячу тебя в сундук А ты дашь мне слово Что выйдешь из него Только к тому юноше Кто докажет, что добр И чист сердцем Юноша По-арабски Шабб Арабы любят и своих дочерей И сыновей Но если девочек Часто балуют То к юношам Относятся гораздо строже Ведь мальчику Предстоит стать Главой семейства Поэтому частенько Отцы говорят сыновьям Мэн шаббаляши Шабали Как проведешь молодость Так и старость встретишь Юноша Шабб Так девушка И оказалась запертой В сундуке Возле дворца Падишаха В это время Вышел наследник правителя Со своей свитой На прогулку Смотрит Прямо у ворот Стоит сундук Там, наверное, драгоценности Обрадовался советник Давайте возьмем их И отольем много мечей Для наших воинов Или построим Высокую дозорную башню Если там богатство Сказал сын Падишаха Нужно раздать его бедным Не было сомнений Что юноша обладал Добрым сердцем Сердце По-арабски Кальб Если хотите поблагодарить человека На арабском языке То скажите Мин ама кальби Что переводится как От всего сердца А ответить на благодарность Можно так Ала кальби От моего сердца Что значит почти то же самое Что и спасибо Сердце Кальб Услыхав слова Сына Падишаха Халима тотчас Вышла из сундука Юноша Немедля повел ее во дворец Правитель и все придворные Были поражены Красотой девушки А также ее скромностью И грамотной речью И решил Падишах Что лучшей невесты Для наследника Ему не сыскать А потому в скором времени Сыграли пышную свадьбу И стали жить молодые Счастливо Счастливо И мирно Повторяем Запоминаем Сегодня вы узнали Как звучат по-арабски слова Девушка Фатэ Юноша Шаб И сердце Кальб Сказки народов мира Тайна медной лампы Арабские сказки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин